Глава Тувы Шалбан Караул с рабочим визитом находится в Китайской Народной Республике. В Пекине состоятся встречи в Государственном комитете по развитию реформы и Министерстве иностранных дел КНР. Также в рабочем графике главы Тувы встречи в российском посольстве и переговоры с деловыми партнерами. Республика Тыва, являясь приграничным регионом Российской Федерации, придает особое значение развитию сотрудничества со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Программы создания экономического коридора России, Монголии и Китая, подписанные главами государств в Ташкенте 23 июня 2016 года, предусмотрены к реализации два проекта с участием Республики Тыва – Северные железнодорожные и Западные железнодорожные коридоры. Наиболее перспективным проектом глава Тувы Шалбан Караул выделяет Северный железнодорожный коридор, имеющий ряд преимуществ и высокую степень готовности к реализации. Об этом глава Республики Тыва намерен доложить и обсудить в Государственном комитете по развитию реформ КНР. Цитата. Возведение дорожной артери стратегического для нашей Тувы значения, открытие международного авиасообщения, эти вопросы сейчас в моей голове. Нам нужно занимать активную инициативную позицию, пока они обсуждаются на самом высоком уровне с привлечением мировых инвесторов. Конец цитаты. В Туве завершается кормозаготовительная компания. На данный момент заготовлено около 207 тысяч тонн грубых кормов, что составляет 92% от общего плана. Как сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики, все работы планируется завершить к концу сентября. Также и запасов сформируют резервную базу. Перевыполнили свои прогнозные показатели хозяйства разных форм собственности Ульхемского, Тандинского, Кахемского и Тоджинского районов. Сейчас компания идет к завершению в Дзунхемчикском, Судхольском, Кызылском, Брунхемчикском и Чедихольском районах. Низкие темпы в трех муниципалитетах – Терехольском, Резинском и Тесхемском районах. Недостающий объем сена планируется набрать в местечке Акчера Авюрского района. В эти дни там задействовано шесть механизированных бригад из Дзунхемчинского, Авюрского и Монгон-Тайгинского районов. В республике на кормозаготовке занято 670 бригад, задействовано 867 тракторов, 649 коселок, 408 граблей и 76 пресс-подборщиков. В республике идет уборка урожая кормовых культур и урожая зерновых культур. На сегодняшний день уборка кормовых культур произведена на площади 4924. КОНЕЦ